Прекрасен марш, прекрасен сам корабль. Фото и видео Бисмарка сохранились для нас в очень большом количестве. Линкор считается наиболее знаменитым и узнаваемым кораблем Второй мировой войны, хотя я бы поспорил, для этого есть Ямато, а вот он сходит со стателем. А марш этот Лора-Лора вовсе не нацистский, хотя использовался в вермахте он часто. Это песни студентов про дочку лесника по имени Лора, поэтому Лора-Лора. А я открываю коробку с моделью. Я много вам расскажу об этой модели и о том, что я придумал для ее усовершенствования. Итак, перед нами Бисмарк. Один к трём стам пятидесяти от Тамии. Вот он, пожалуйста. Открываю коробку и вижу литой корпус линкора. А в середине отсек для батареек и двигателя. И с этой модели можно сделать плавающую игрушку. Кажется, я по случайности купил не то, что к чему привык. Ну-ка глянем, что тут у нас в инструкции по сборке. Она как всегда детальна и не перегружена, в отличие от Ревела или Камбрига. Так, схема окраски. Исторический камуфляж или корректный термин Леврея. Так и хочу покрасить борта. К вопросу о бедности комплектации. Ну честно, более нищенской вообще не встречал никогда именно. У Тамии такое случается. Вот я показал детали фототравления. В коробке от линкора Рома у меня склад запчастей. Вот, кстати, самолет Арада. В комплекте Тамии он ужасного качества. Потом покажу. Ну фототравлением делится итальянский рекорд. Рома и Систершип. Бисмарка Тирпиц. А лишняя Арада 196 модели. Вот он, отличного качества. Нашелся у Принца Ойгена. Вот на столе разложены литники с деталями. Я редко вот так показываю их в видео. Но сейчас я специально делаю это. Перед нами вынутый из коробки набор немецкого линкора. Линкоры не густо. Первое, что я сделал, заказал дополнительные детали фототравления на Амазоне. Вот они уже пришли. Это я достаю трапы и леерные ограждения. Вот вы на них сейчас полюбуетесь. К вопросу окраски корпуса и исторического камуфляжа. Светлый серый IGN Mitsubishi был самым похожим. Светло-бежевый тен для палубы, а красный для днища. Вот он слева красный и глядите какой эксперимент. Слева на столе части бисмарка от Тамия. Как видите, действительно бедновато. А справа у меня распакован только что пришедший Айова от малоизвестной Verifier. Ну разница в два раза ровно, если не более. И не в пользу знаменитой Тамия. Для интереса поближе посмотрим на детали Айовы. Вот литник J. Один, два, три, четыре, пять, шесть одинаковых рамок. Это J. А литников H тут четыре. Это H. Да, это очень-очень детализированная Айова. В отличие от бисмарка. Ну вот, кстати, у бисмарка есть свой плюс. У него есть подставка. В отличие от очень детализированной Айовы. Вот она подставка. Трехсерийное видео, как делался Айова, я в прошлом году выложил на канал, кстати. Можете посмотреть. А вот еще плюс. Тамия относится к нам с уважением и ярко четко указывает на бортах ватерлинию, которую мы с вами отлично вот здесь видим. И так далее подставка. Ватерлиния, подставка. С ней тут все просто. Вот с нее-то я и начну. К слову, я добавил в бисмарку более двух десятков деталей, включая гидросамолет и переводную картинку на корму. Буду показывать каждый апгрейд отдельно. Некоторые детали отсутствовали в наборе, такие как якорные цепи. Некоторые не соответствовали историческому облику корабля, такие как зенитное вооружение. А я показываю процесс окраски. О, тут будет ватерлиния. Сверху клеится широкая желтая лента. Ни в коем случае не используйте малярный скотч. Он гораздо дешевле, но он попортит краску. Только ленты для моделирования. Закончил, завернул края ленты внутрь корпуса. Хорошо, что нет ветра. И я могу по-правильному издалека наносить краску с прой. Я выбрал наиболее похожее на оригинальный цвет днища. Хоурет. Вот она. А это я готовлюсь к нанесению полос камуфляжа. Вот. Светлый серый цвет. Который отлично ложится на борта. А там где заклеено, вот справа слева будет темно-серый. И этот камуфляж, по мысли командования, должен был визуально уменьшить длину корпуса. И есть мнение, что это для того, чтобы неприятель спутал линкор с тяжелым крейсером. Типа Адмирал Хиппер. Вы видели только что там. Тут все просто. Эта краска, как всегда, ложится отлично на палубу. Видите среднюю деталь палубы с настройкой? Вот с ней будут некоторые сложности в покраске. Но хвататься за кисть не надо. Сейчас научу. Пока уберу, покрашу мелкие детали. Детали надстройки, орудийные башни, стволы, пушек. Все будет светло-серое. Как на картинке. Так вот, ноу-хау в плане окраски надстройки. Фольга. Просто закрывает желтые части палубы, которые уже окрашены. Справа и слева. А я сверху крашу серым. Вот как это выглядит теперь. Все покрашено. Вот, поглядите, как эта деталь тут примыкала к борту надстройки. Очень просто это лекало было сделать. Но это то, о чем я только что рассказывал. Надо покрасить нос и корму корабля в более темный серый. Ну, я не стал умничать. Взял рекомендуемый нейтральный серый цвет. Так как написано. Так что вот он, нейтральный. Вот тут побрызгаем. И вот тут тоже побрызгаем. Переходим к работе с черным цветом. Наша подставка. Лед Блэк. Она больше не будет блестеть, как дешевая пластмасса. Будет блестеть, как дорогая пластмасса. У модели не предусмотрены якорные цепи. Это надо поправить. Сначала я стер вот так пластиковый рельеф с этими цепями. А вот такую цепочку приобрел. Это в супермаркете дешевая бижутерия была. Надо будет покрасить в черный цвет эту цепочку. А палубу докрасить светло-сером. Вот я их тут сложил как раз. Итак, барбеты вспомогательного калибра. Сейчас я их и покрашу. Этим цветом буду изображать камуфляж на бортах. Вот на схеме почти белые и темные серые цвета. На полосах вот они, пожалуйста. Вот уже подготовленный фронт работы. Вот первая пара полос даже. За ней я делаю еще две пары ломаных линий. А вот они на схеме. Я снял ленту. Тут будет белая, тут серая рядом будет. А здесь тоже самое. С тонкими полосами так же. Вот я снимаю тонкую ленту. Тут будет белый. Да, защитные желтые ленты по бокам. Переверну корабль другим бортом. Тут в черне закончены прямые линии. Ну а теперь... Теперь прочие готовы. И вы видите, что пока это очень плохо, некрасиво. Много наплывов краски, границы нечеткие. На противоположном борту все еще хуже. Вот взгляните. Надо серьезно это дорабатывать. И не стоило мне пользоваться спреем. Это была ошибка. Значит, берем кисть. Начинаем по старинке закрашивать проблемные места. Вот так. Мне пришлось долго потом приводить в нормальный вид эти борта бисмарка. В общем, первый этот опыт был неудачный. Башни главного калибра. Сверху они окрашены в темно-серый. Я снимаю ленту с башенки. И вот тут мы слышим оригинал гимна Люфтбабка. Между прочим, ничего особенно кровожадного летчики не поют. Они поют, ну и что мы будем пить в ближайшие 7 дней. В общем, какой-то больше морской гимн, поэтому он мне понравился. И его античный диджей по имени Скутер использовал в 90-х годах. Помните, если... Как справа там был про стоимость какой-то рыбы. Так вот, занимаюсь я якорными цепями и механизмами. Вместо это обработано наждачной бумагой, поэтому требуется много краски. Вроде и получилось. И теперь я крашу большое количество деталей палубы, которые случайно в цвете Тен оказались. И они будут все светло-терые. У этой модели вообще очень мало отдельных деталей устанавливается на палубу. Я буду красить барбет большой артиллерийской установки. Ну, а теперь малой артиллерийской установки. Вот так. Краска высохла, пора убирать ленты. Так, получилось вроде аккуратно. Катушки, они же вьюшки или лебедки, это черный цвет. Кроме них в черной красится якоря и параван, такие подводные торпедообразные механизмы для разминирования. Ну, конечно же, поверх дымовой трубы тоже нужно будет покрасить так вот, черным. Кроме этого, я в каналы стволов иногда черные точки ставлю. Это пульки калибра 380 мм. А это спарки 150 мм, аж постоянной золотой с неудобной фактурой. И снова я показываю, как надевать винты на зубочистке и красить в несколько слоев. Знаете что, это винты императорской ехот Николая Первого, крейсер Светлана, насколько не похоже, да? Вот башня вспомогательного калибра. Их тоже необходимо сверху покрасить в темно-серый. Таков рисунок камуфляжа. Здесь работа тонкая, и я буду делать ее с помощью кисти. Вот таким вот образом сверху. Перед нами шлюпки и катера. Отделю их от литника и склею. У Бисмарка таких лодок много, и мне, конечно, не нравится, что они сделаны очень грубо. С помощью модельной ленты я буду ограничивать площадь окраски и попытаюсь максимально улучшить окраску их днища. Вот таким вот образом я это делаю. И вот что в результате получается. Так. Ну, пусть краска высохнет. Я покрашу пока внутри лодок бежевым деревянным цветом ТЭН. Вот таким вот образом это получается. Вот так. А тут я использовал иную технологию. Я надеюсь, что вам хорошо видно. Я не делал лекала из фольги больше. Я просто взял мокрые бумажные салфетки, сформировал вот такую защиту бортам на отстройке. Ну и подкрасил соответствующим серым цветом пару огрехов, что появились на палубе в процессе окраски бортов. Вот, собственно, как получилось. Продемонстрирую далее, что у нас, собственно, с корпусом, с его камуфляжем. Сейчас вот только сниму эти мокрые салфетки. Да, хорошо, хорошо получилось. А вот с обоих бортов я буду показывать. После неоднократной коррекции кистью и спреем они выглядят более-менее аккуратно. Вот я показываю, где будет ватерлиния и снимаю защитный полиэтилен. Ну что, вроде все и неплохо. Смотрим. Ну нет, нет. Вот оно, пятно серой краски. И тут вроде что-то было. Сейчас будем исправлять эту ситуацию. Из бумаги я делаю простой трафарет и накладываю его дырой на проблемную зону днища. Вот так. Ну и разок брызнуть и ждем, пока подсохнулось. Подготовка к созданию ватерлинии. Сверху клеится широкая желтая лента, как всегда. Сама эта работа очень простая. Я неоднократно показывал это в предыдущих видео. Тут сделаю для вас несколько быстрее. Я снимаю защитную ленту и отсюда, и с другого борта, в общем, сделал все. Вот проблемные места. Это необходимо корректировать кистью. Вот и на том борту тоже. Там покажу ближе. А вот тут качество окраски оставляю желать лучшего. В общем, несколько я накосячил со слоями краски. Она вскучилась. Лодки здесь в простой комплектации, как я сказал, выглядят, как я уже упоминал, они грубо. Но улучшить мне здесь нечего. Шлюпки, паровые катера, других кораблей очень сильно отличаются от оригинальных. Пора заняться их склеиванием. Вот эти вот детали сверху. А далее днище бисмарка. Два пера руля, три грибных винта. Это башни главного калибра. Это я крашу вал грибного винта сейчас в черный. Хорошо видна табличка с названием линкора. А процесс установки клей и вот эти детали, их специфического названия я, к сожалению, не знаю, в отверстия которых вставляются валы. Вот так. Ну а на валы надеваются винты. Соответственно, вы видите. И повторяет того же действия. Все детали у Тамии хорошо поддогнаны друг к другу. Проблем с отверстиями не возникает. Ну, это привычный плюс этого производителя. Установлен второй винт. В середине оригинальным образом у него стоит третий. Лист номер пять. Первая монтажная картинка инструкции. Тут же я показываю сразу шестой лист. Потому что сборку артиллерии и установку палуб удобнее проводить сразу вместе. Об этом подробнее. Сначала носовая часть. Указывается, значит, как ни странно, она называется бак. Хотя бак это вроде бы сзади. Вот здесь будет установлено. Пока только примериваюсь. Следующая, шестая страница, корма, которая называется ют у корабля. Ну, пожалуйста, отлично встает на свое место. Здесь. Так, средняя часть. Собственно, настройка с барбетами под пушки вспомогательного калибра. Здесь же будет все остальное установлено. Вот она на месте. Показываю проблемную зону. Вот тут надо обратить внимание на соединение палуб. Эта часть надо очень аккуратно установить и следить за тем, чтобы соединение было максимально плотным. Иначе тут появятся щели. Поэтому приклеивать по частям палубу, как этого требует инструкции, здесь нельзя. Надо приклеить сразу все три части и аккуратно корректировать оба их соединения. Пока клей не высох, разберу. Пока корабль и согласно инструкции установлю башни главного калибра 380 мм. Но деталей тут минимум. Это, конечно, не Айова. Там башни были очень сложные. Все делается тут быстро. Внешний вид от этого, кстати, не пострадал. Здесь качественное литье и, надеюсь, моя аккуратная окраска. Башни Бисмарка имели имена Антон, Берта, Цезарь и Дора. А это Антон. Справа-слева устанавливаются 20-ти миллиметровые зенитные автоматы. Вот сейчас здесь будет эта деталь, чтобы башня могла вертеться. Это по поводу зениток. С ними у модели проблем. Разработчик модели пожатничал и оставил корабль без части оригинального ПВО. Это я сразу заметил, но потом нашел картинки. Потом я расскажу еще подробнее. Тут будут лебедки. Впереди будут установлены бобины с шестернями для якорных цепей. Правильное, но устаревшее название таких бобин Кобестан. Напомню, что в наборе цепи не было. Я ее купил дополнительно. Вот сейчас буду приклеивать якоря. Здесь и вот тут. Они довольно необычно расположены вот так на носу. Суперклей для металлической цепи. Капля на проушенную якоря. Как видите, цепь уже покрашена в черный. После того, как клей застыл, я смогу даже подергать эту цепь. Вот так далее оборачиваю вокруг Кобестана и отрезаю цепь прямо у основания. Еще там будет капли клея и конец цепи зафиксирован так, будто уходит под палубу. Со второй цепью все действия полностью повторяются. Вот тут вот мы ее приклеили. А здесь мы ее обернули. Ну и вот тут мы ее отрезали. И тоже приклеили. Ну, глядите, как теперь это выглядит. Доработок такого толка будет еще много. Первая серия подошла к концу. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мне ваши мнения и советы очень помогают. Ваш Артизан Мороз. Субтитры сделал DimaTorzok